Актуальная форма Фила и Рами за два месяца до Олимпии. Сталлоне посетит Москву. Розыгрыш Хадзовика. Хлэкс Льюис дел пост о конце своей эры. Леврони показал, как он выглядел в Натураху в 23 года. Об этом и не только сразу после короткой рекламы. Мы прошли долгий путь. И шансы высоки, как никогда. Нужно лишь немного удачи. Сейчас мы должны сделать все, чтобы выиграть. Вы готовы? Да! Тогда заходите на сайт 1xbet.ru и выигрывайте один из ста автомобилей. Чем больше купонов, тем больше шансов на победу. Фил Хит опубликовал сегодня короткое видео с подписью «Они продолжают постить, а я продолжаю расти». Как всегда, Фил на подготовке немногословен и не особо спешит показывать свою форму до турнира. Зато Беграммис стабилен в этом плане. Уже лет 5 к ряду, незадолго до Олимпии, кувийский кэмп выливает в сеть фото Рами, после чего пускается волна а-ля «Ну все, теперь уж в этот раз Рами точно всех порвет». Многим хотелось верить в это и год, и два года назад, но, как показывает практика, на сцене Рами всегда не хватает качества. Ждать осталось недолго, хотя боюсь вас огорчать спойлером, но я бы особо не надеялся на то, что Фила кто-то сместит и в этом году. Сильвестр Сталлоне, которому недавно исполнилось 72 года, посетит Москву. 15 сентября в Крокус Сити Холл Рэмбо проведет мастер-класс «Будь как Сталлоне» в рамках проекта «Преодоление». В течение четырехчасовой встречи Слай ответит на вопросы, как после школы для трудных подростков стать звездой Голливуда, как получить актерский Оскар, продавая лишь сценарий, и как на восьмом десятке жизни оставаться в великолепной физической форме. Встреча пройдет при участии российских звезд и топовых фэшн-брендов, которые устроят шоу в Крокусе. Известный в Америке пранкер Кэссиди Кэмпбелл недавно разыграл Садика Хадзовика на одном из фитнес-экспо. Странная реакция Садика собрала немало просмотров среди качковской аудитории Кэссиди. Эй, эй, чувак, слушай, я не гом, она только что представила тебя голым. Да, круто. Давай, мужик. Не, я не гомосек. Ну ладно. Шестикратный победитель Олимпии в категории до 212 фунтов Джеймс Флекс Льюис заявил о том, что мистер Олимпия 2018 года будет для него последний, когда он выступит в своей категории. Что будет дальше, Флекс пока ничего не сказал. С одной стороны, похоже, что он может так хайповать на интриги своего перехода в открытую категорию, но с другой, в своих интервью печатным изданиям он говорит о тяжелом психологическом ударе после смерти Маккарвера и о том, что ему нужно заняться семьей, что больше, конечно, похоже на полное окончание выступательной карьеры. Кевин Леврони опубликовал фотографии со своей натуральной формой. Всем всегда интересно, как можно накачаться в натураху самому без применения стероидов. Так вот, Кевин решил нам показать, как он выглядел в 23 года до применения АЭС. И, кстати, раз уж мы уже заговорили о Левроне, расскажу вам, что 20 июля о нем выходит новый документальный фильм о Generation Iron, который будет называться «Born to Overcome» – «Рожденный преодолевать». Судя по названию, нас ждет любимая тема бодибилдинга о слаженном пути. Легендарный боксер Флойд Мэйвезер продолжает шокировать весь мир своими расточительными сумасшедшими покупками. На этот раз он купил самые дорогие часы в мире, само собой рассказав об этом в Инстаграм. «Мои новые часы называются «Часы миллиардера». Если вы не знаете о них, ищите в Google Billionaire Watch. Они стоят 18 миллионов долларов, и я купил их у лучшего ювелира в мире», – написал Флойд. Рэпер 50 Cent славится в соцсетях тем, что троллит многих звезд спорта и шоу-биза. Вот и тут он не промолчал. «Они наконец-то нашли дурака номер один в мире. Достаточно тупого, чтобы впарить эти часы», – написал 50 Cent. Декстер Джексон запустил новую серию видео «Road to Olympia». Уже выпущен первый эпизод, и если вам интересны переводы, как в старые времена, оставляйте коммент «Декстер» под этим видео. Если заинтересованных будет много, будем делать. Всеми нами любимый весельчак Терри Круз, тот самый качок из рекламы «Old Spice», не будет сниматься в четвертой части франшизы «Неудержимых». Официальная версия – сексуальное домогательство в адрес Терри. Короче, смысл в том, что какой-то влиятельный в Голливуде продюсер домогался Терри, на что тот написал жалобу. Обвиняемый оказался другом продюсера «Неудержимых 4», и как только это произошло, он пригрозил Терри, что если тот не отзовет жалобу, четвертая часть фильма выйдет без его участия, что, собственно, и происходит. Артист объяснил, что продюсер «Неудержимых» и человек, домогавшийся его – это разные люди. Однако первый также обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к другой жертве. «Преступники защищают преступников», – говорит Терри. Тяжело представить, как должен выглядеть человек, домогающийся Терри, но это уже совсем другая история. Через несколько дней, 14 июля, Крис Бамстед выступит с гостевым позированием на Mississippi Championship 2018. По мнению Бамстеда, это не помешает его подготовительному тенку жизни к мистер Олимпия, так как до турнира еще далеко, а деньги за гостевое участие нужны каждому. Легендарный боксер Майк Тайсон приобрел участок в Калифорнии для выращивания марихуаны. Его площадь 16 гектаров. Железный Майк намерен не только выращивать марихуану, но и открыть завод по ее переработке, а также магазин и учреждение для выведения новых сортов и исследований в области медицинского применения марихуаны. С ноября 2016 года жители Калифорнии старше 21-го могут свободно курить марихуану, выращивать, а также хранить небольшое количество этого наркотика. Это был канал Спортфаза Перезагрузка. Нажимайте лайк и колокольчик. Будьте людьми! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова